Примчал на автодром, разгрузился уже Лава в принципе полностью готов Здесь вот ребята тоже тренируются Пока народу не очень много Но подъезжают Чайзер Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Сейчас, конечно, посмотрю, что там. Жалко, с собой рычага нет. Покрышка хорошая была. Так, ну, тут не я один поломался. SX белый, у него мотор стучит. У меня вот колесо, мы его прикрутили, потому что сейчас не заменить рычаг, так как у меня его с собой нету, и там оно, на самом деле, довольно сложно откручивается, и я буду тут крутить до вечера. Колесо вот так вот встало. Ну, естественно, только колесо на помойку, наверное, хотя, может, там мы его остановим, посмотрим. А это колесо у нас вот так стоит. Я уже вызвал экватор, потому что, к сожалению, на подкате так не доедешь. Там тормозной диск трет рычаг, но уже даже на кривом колесе не доедешь. Не хочу ломать дальше тачку. Вот Федя на SX в ту же яму сейчас попал, и у него также что-то погнуло с рычагом. И минус диск. Ребят, пока я жду экватор, чтобы уехать в Куз Моторс, я могу вкусно и сытно пообедать, а главное горячим. И на помощь мне приходит сытная лапша Ролтон по-домашнему. С калядиной или с курицей? С курицей. Ролтон вкусный и сытный обед в удобной упаковке, которую всегда можно взять с собой. Особенно для тех, у кого насыщенный день и кому хочется подкрепиться горяченьким. Ролтон утоляет голод где угодно и когда угодно. Ну все, я отлично вкусно поел, и теперь у меня есть силы для того, чтобы ехать и чинить лаврок в следующей тренировке. Ну и ссылочка, конечно же, будет в описании. Я уже еду в гараж, чтобы взять сразу рычаг и отвезти сразу же к Сереге в Бус Моторс. Надеюсь, завтра у парней будет время, они как раз его махнут. Но у Квадов тем временем сразу погнал в Бус Моторс. Самый прикол, что я только приехал на автодром, проехал немного тестовых кругов, буквально парочку, даже три. Понял, что пара 4-6 для автодрома так себе, потому что приходится ехать на четвертой. И как раз-таки поехал на четвертой передаче. Перед этим, кстати, зажал стойким максимумом. Я хотел сделать так. Я прокатился в минимуме, потом я зажал их на максимуме, прокатиться тоже хотел, кружок, ну, пару кругов. И прокатиться в серединке, и посмотреть, что меняется. Из того, что я понял, что очень поменялось поведение задней части автомобиля. Ну и на этом все, потому что больше я не успею прокатиться, так как я поехал на четвертой передаче. Там еще нарисовали свежие клипы. Я, естественно, хотел попасть в клип, и буквально одним колесом выпал. Ну, ничего страшного, но сразу услышал, что капец. Колесу как минимум. Ну, подбежал Гайдай и сказал, что рычаг тоже загнуло. Поэтому вот такая фигня. Феодор, главное, вывалился в том же самом месте. Также себе загнул и рычаг, этот нижний, и колесо. Ну, диск сломал. Этим, конечно, хорошо, что и стоят стоковые рычаги, которые всегда можно подкинуть. Потому что если бы там стоял вайсфаб, или просто какой-нибудь регулируемый рычаг, это было бы в разы дороже, чем сейчас. Сейчас это, ну, эти рычаги бы я покупал, там, ну, по 1000, по 1500. Ладно, вот такая выдалась тренировка, не тренировка. Ну, а так как приехал, естественно, заплатил за участие в тренировке. Потому что человек организовывает тренировку для нас, и поэтому надо как минимум там 50 тысяч собрать. Тренировка стоит 5000 рублей на автодроме. В принципе, так бывает, только приезжаешь, сразу ломаешься. Ну, это дрифт, это дрифт. Машина, кстати, не глохла, ничего с ней не было такого. Естественно, я это тоже хотел протестить, чтобы если она заглохнет, то надо, я не знаю, что смотреть. Кстати, Дима сказал, что еще поменял реле, которые идут, я так понимаю, на силовую проводку, то ли на силовую, то ли на мозг. Там стояли реле с прошлого года, ну, с прошлого РБ мотора. Обновил, сказал, реле, ну, на всякий случай. Я быстро съездил в гараж, разгрузил все лишние вещи. Взял комплект зипа, у меня все в одном ящике лежит. Также взял дополнительные еще нижних рычагов, у меня там парочку есть. И еду сейчас в бусмотр, оставлю все ребятам. Лавр на подъемнике, вся команда в сборе, плюс парфо. Так, парни, у нас есть 5 минут. Мы уже зряем, чувак. На самом деле, вот сложно будет откручиваться. Уже все открутилось. Вот тут. А вот тут как делать? Шаровой открутилось пальцем. Я думал, что вот тот молд будет сложно открутить. Вот это нормально, в 6 рук. Парни реально решили очень быстро это сделать. Ну, кстати, рычаг снят очень быстро. Буквально за минуту, я думаю. 6 рук. Вот она, на месте. Ладно, все, расслабьтесь. Давайте лучше хороший рычаг найдем. Вы нашли? Мы нашли уже. В смысле нашли? Все, ладно. Мы уже знали, что ты сломаешь рычаг. У парковки уже пиво там. Все, внедряй. Стой, 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 ты подожди. Что-то нам мешает. Так, все, пожалуйста, сложнее будет. Давай. Готово. Парни подкинули новый рычаг нижний. Посмотрели еще подвеску. Посмотрел, не треснул ли кулак. Вроде как не треснул. И все остальные рычаги тоже все с ними ок. Кстати, когда вот был заезд в топ-8, меня распрямило. Получается, Стефан на Е36 въехал вот сюда, в алюминиевый башбар. Его здесь немного погнуло, но в целом он выдержал. У него, получается, рулевая тяга сломалась, а у лавры ничего. Единственное, что вот здесь еще поломалось. Вот это надо сделать. Кстати, на гонках переднему башбару тоже досталось. Вот в той самой перекладке я ударился не просто крыловым бампером, я еще задел башбаром. Причем он был так хорошо подмят, но так как он алюминиевый, парни вдвоем его рукой вытянули обратно. Ну и он встал, можно сказать, на свое место. Самое главное, что он не залочил переднее колесо. Мы как раз с Витей, когда его делали, я ему говорил, что он должен быть типа вот такой, а не вот такой. Чтобы если он гнется, не в переднее колесо. То, что если бы он залочил переднее колесо, я бы уже заезд не смог продолжить и распрямился или развернулся бы. Ну, короче, пока по башбару мне в принципе все нравится, но это были, конечно, небольшие такие тычки. Если посерьезней убраться, я думаю, он, конечно, ну, он отыграет в любом случае, но что-нибудь загнет, наверное, дополнительно. Переднюю фару тоже загнуло по креплениям. Я еще привез Сереге мой радиатор, который у меня был от красной сливы Mishimoto. Он такого же размера, как на лавре. И мы думаем подготовить радиатор в зип. Причем вот по этим креплениям он подходит, по вот этим тоже на диффузор. Надо переварить только вход и выход. Вот это переварить вот сюда, а вот этот вход на бок. Вот Серега тут уже пометил. И будет ради в зипе. Потому что если хорошенько приехать в заднюю часть лавра, то можно повредить радик. Этого, конечно, не хотелось, но надо быть готовым ко всему. Поэтому радиатор будет в зипе. Это хорошо. Уже уехал из бусмотрса, потому что уже ночь, лавр остался там. И встретился по пути здания. 125-й стайл отдал ему передний бампер. Парни сами написали, сказали, Серега, привози бампер, мы видели. Ему все хуже и хуже, конечно. По-хорошему надо бы сделать новый бампер. Или, может быть, из старого. Помните, который несколько раз тоже клеился. В принципе, его можно перекрасить и тоже подготовить как зиповый бампер. И обязательно сделать крепление спереди. Причем я хотел до гонки в Москве сделать крепление спереди. Просто там хмуты и отверстия просверлить. Но забыл. И опять у меня он слез. И вот именно так, что его задеваешь, он сразу под машину. А если у него будет спереди крепление на башбаре, то, скорее всего, он так делать не будет. Поэтому надо восстановить бампер и обязательно его захмутить спереди. А не только с боков, как он был. Ну и все, в принципе, лавр готов. Надо будет, конечно, посмотреть, сбилось ли схождение развал. Хотя бы по пластинам замерить. Если не сбилось, то можно, в принципе, кататься. Ребят, ну и на этом ролик наш подошел к концу. Огромное спасибо, что его посмотрели. Респект тем, кто поставил лайк ролику. И, как обычно, с вами был Серега Стилов. Строите тачки, тренируйтесь. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok